Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по сложным местам, трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Сколько было ослов, два или один? И мы обратим внимание на Евангелие от Матфея 21.2, Евангелие от Марка 11.2 и Евангелие от Луки 19.30. Сначала прочитаем Евангелие от Матфея 21.2, сказав им «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тот час найдете ослицу привязанную, и молодого осла с нею отвязав, приведите ко мне». И Евангелие от Марка 11.2 и говорит им «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тот час найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его приведите». То есть у Матфея имеется в виду ослица и молодой осел, а у Марка как бы говорится только о молодом осле. И Евангелие от Луки 19.30, сказав «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, привязав его приведите». Мы видим, что Марк совпадает с Лукою, Матфей не совпадает ни с Марком, ни с Лукою. Давайте посмотрим, что пишет по этому поводу блаженный Августин. Это его работа о согласии евангелистов. Пусть не смущает то обстоятельство, что Матфей говорит об ослице и о сленке, а остальные об ослице умалчивают. Ведь было бы куда более противоречивым, если бы один сказал об ослице, а другие об о сленке. И так нет повода к какому-либо возражению, даже тогда, когда один вспомнил об одном, а другой о другом. Но насколько менее может быть повода к этому, когда один сказал только об одном, а другие также и о другом. То есть на самом деле они дополняют Лука и Марка, Матфея, в некотором смысле выделяя именно молодого осла. И это связано с прообразами. Ослица – это прообраз ветхой синагоги. А молодое осело – это прообраз церкви из язычников. Давайте посмотрим, какое решение предлагают современные экзегеты. Оба животных участвовали в торжественном въезде Христа в Иерусалим. В сообщениях нет ошибки, потому что Марка и Лука упоминают только осленка, полос. А Матфей пишет об осленке и его матери. Отрывок из Матфея сообщает о буквальном исполнении пророчества Захария, 9 глава, 9 стих. Где говорится, что царь твой грядет к тебе кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне под Еремной. Греческая версия Ветхого Завета используется теми же самыми словами для обозначения осленка, полос, что и отрывки из Нового Завета. Матфей утверждает, что когда ученики положили свои одежды на ослов, Иисус сел на них, то есть на их одежды, которые возложили на ослицу и осленка. Матфей не говорит, что Иисус ехал и на ослицы, и на осленки. Этот стих просто утверждает, что Иисус сел на одежды, которые ученики положили на ослов. Возможно, они положили какие-то одежды на ослицу, а другие на осленка. И Христос сел на те одежды, которые положили на осленка. Дело в том, что в Евангелии от Матфея просто не написано, на какого осла сел Иисус. Марк и Лука сосредотачивают свое внимание на осленке, на котором ехал Иисус, в то время как Матфей упоминает о присутствии ослицы. Ее присутствие могло быть необходимым, потому что осел был молодой. В Евангелии от Марка 11.2 утверждается, что на осленка до этого никто из людей не садился, и что осленок должен был везти седока через шумную толпу. Смотрим Марка 11.9. Возможно, ослицу привели, чтобы она успокаивающе действовала на своего детеныша. Но и другое объяснение. Осленок всегда идет за ослицей, и ослица стремится ближе к осленку. А так как молодой осленок символизирует уверовавших из язычников, то, может быть, с большей охотой Марка и Лука, которые писали именно для уверовавших из язычников, они упоминают только осленка. А Матфей, который писал для лиц еврейской национальности, и ослицу, и осленка. Тем более он отталкивается от известного пророчества ветхозаветного, которое знали читатели его Евангелия, о том, что это была ослица и осленок. Друзья, берегите себя, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах.